В этом видео я расскажу, как изменить цвет материала с помощью армори в блендере 2.8. Начнем с того, что откроем блендер с установленным в нем армори и поменяем первоначальный объект. Давайте поставим обезьянку. Подразделим ее два раза с помощью нажатия Ctrl-2 и с помощью WShadeSmooth настроим ей сглаженное отображение. Теперь добавим ей материал. Назовем его, например, Сюзанна. И в качестве базового цвета поставим любой цвет, который нам понравится. Я поставлю, например, красный. Если мы сейчас выйдем в режим отображения материалов, либо отрендеренный вид, мы увидим этот цвет в нашем вьюпорте. Что мы будем делать в этом видео, так это мы настроим систему логики в армори таким образом, чтобы при запуске нашей программы или нашей игры у нас цвет менялся по нажатию определенной клавиши. Для этого откроем окно нодов и переключимся на редактор логики Logic Node Editor. У нас пока в этом окне ничего нету, поэтому давайте создадим нужную нам систему нодов. Нажимаем на клавишу New и у нас появляется новое нодовое дерево. Мы будем вот это вот нодовое дерево, то есть логическую систему, прикреплять вот к этому объекту, то есть к объекту Сюзанны. Поэтому давайте назовем ее соответствующей. Сюзанна поменять цвет, Сюзанна Change Color. И вот эту вот систему нодов мы потом прикрутим к объекту. Давайте создадим новый нод типа Input и по клавиатуре, по нажатию клавиши на клавиатуре. Этот нод позволит нам засечь, нажимаем ли мы какую-то клавишу на клавиатуре соответственно. Здесь есть несколько состояний. На отпускании клавиши будет задействована логика, на начале нажатия клавиши или при зажатой. Давайте поставим, оставим все так как есть, то есть при нажатии на клавишу, как только мы начали нажимать, у нас будет меняться цвет. И в качестве клавиши, которую мы будем нажимать, мы можем поставить любую клавишу. Давайте оставим все на пробеле. Также, что нам нужно будет, нам нужно будет установить начальный материал, который у нас будет у нашего объекта. Для этого нажимаем Shift-A и выбираем Event On Init. On Init это тот нод, который позволяет задействовать определенные настройки при запуске программы. То есть, как только у нас запускается программа, все то, что идет после вот этого нода в цепочке, оно установится таким образом, как мы это настроим. Теперь нам нужно в этой логической системе получить доступ к настройкам нашего материала. Для этого, прежде всего, нам нужно будет зайти в настройки материалов и поменять там нод, который у нас используется для настройки цвета материала, на параметр. Давайте сохраним в качестве элемента логики вот эту нашу установку, то есть, чтобы она не стиралась, если она нигде не используется. Мы пока ее даже объекту не назначили, поэтому если мы будем перезагружать файл, он сотрется. Поэтому давайте вот эту клавишу нажмем, не вот эту, а вот эту, сохранить этот дата блок, даже когда у него нет пользователей. Вот у нас вот эта иконка станет синим, будет с таким вот отображением. Это значит, что у нас вот эта логика вся сохраняется. Теперь мы можем переключиться на окно материалов Shader Editor. Вот он, наш материал. И что мы хотим менять? Мы хотим менять базовый цвет. Пока что он вот в таком виде, то есть, он внутри нода Principled. Нам нужно его вывести наружу, чтобы мы могли его превратить в параметр. Для этого нажмем Shift-A, Input и выберем RGB. Это просто палитра, то есть, с которой мы можем выбирать наш цвет. Это то же самое, что здесь, просто так как это идет отдельным нодом, мы можем установить его в качестве параметра. В качестве параметра на данный момент устанавливаются цвета, то есть, RGB. Мы можем поставить значения любое, то есть, которые ноды, которые с серым обозначением, да, вот которые цифровые, вот их мы можем поставить в качестве параметра, который будет использоваться в логике. Либо мы можем поставить изображение. Ну, вот в этом видео мы посмотрим, как поставить цвет определенный. Подключаем цвет сюда. Мы можем, если мы хотим вот этот цвет сохранить, нажать Ctrl-C, подведя курсор к этому окошку, и затем, подведя к вот этому окошку, нажать Ctrl-V. Соединяем наши цвета. Вот у нас цвет сохраняется. Теперь, что мы делаем? Правой клавишей мыши выделяем вот этот наш нод, RGB. И здесь, внизу будет, в панели N, если она закрыта, нажмите просто N, в разделе вот этой, во вкладке нод, у нас будет отдельный раздел, который называется Armory Material Node. И вот здесь вот у нас не стоит галочка, нам нужно ее поставить, что это параметр. Ставим, что это параметр, и мы будем с ним работать, опираясь на его имя. Для того, чтобы не путаться, что это у нас за параметр, мы должны ему задать нормальное имя какое-то, адекватное. Поэтому поднимаемся наверх, и здесь, в поле, где у нас написано Name, вводим то название, которое нам пока кажется удобным и кажется понятным. Я введу сюда название ColorSuzanne. Вот, вот это имя поможет нам к этому параметру обратиться, ColorSuzanne. Теперь, когда мы вот это настроили, мы можем вернуться к логике. Переключаемся в логику Logic Node Editor. Выбираем вот из этого меню нашу логику, которую мы начали задавать. И продолжим работу с этой системой. Мы уже задали, что у нас по нажатию клавиши, но пока что не задали, что произойдет по нажатию клавиши. Для того, чтобы задать, что произойдет по нажатию клавиши, нажимаем Shift-A. Здесь выбираем вот эту верхнюю строчку поиска и вбиваем Material. Сейчас покажу. У нас тут есть три варианта, которые мы можем использовать, как я уже сказала. Можем использовать изображение в качестве параметра. Тогда мы выберем вот этот нод SetMaterialImageParameter. Мы можем использовать, как в данном видео мы используем цвет, то есть SetMaterialRGBParameter, это как раз тот нод, который мы будем использовать. Либо SetMaterialValueParameter. То есть это определенное цифровое значение, которое я тоже показывала. Но в данном случае нам нужен вот этот вот нод SetMaterialRGBParameter. Что мы должны сделать? Во-первых, сначала мы должны установить цвет нашего материала на какой-то при запуске нашей программы, то есть соединив его вот с этим нодом OnInit, то есть при запуске OnInitialize. Соединяем вот эти два входа и выхода. Теперь материал. Нам нужно выбрать материал, с которым мы будем работать. Материал у нас называется Сюзанна. Для того, чтобы его выбрать, нажимаем Shift-A и точно так же выбираем поиск и вбиваем слово Material. Устанавливаем материал, точнее получаем материал GetMaterial. И выбираем наш объект, на котором находится наш материал. Мы можем вот так сделать, либо мы можем с помощью Shift-A, выбрав точно так же материал, установить материал. Либо выбрать вот этот вот пункт вообще, материал, и выбрать его прямо из выпадающего списка Сюзанна. Давайте вот таким образом и поступим. Кстати говоря, я ошиблась, да? Если мы просто выберем материал и SetMaterial, SetMaterial означает установить определенный материал объекту. Нам в данном случае это не надо. Поэтому просто поиск NodeMaterial, и мы можем выбрать тот материал, с которым мы будем работать. Вот он, материал Сюзанна. Подсоединяем его к соответствующему слоту здесь. Node это как раз название параметра, то есть какой из параметров этого материала мы будем изменять. В данном случае мы будем изменять цвет. И чтобы обратиться к этому параметру, мы будем использовать то название, которое мы использовали для вот этого нашего цвета в данном случае. Поэтому мы его и переименовывали. Поэтому я не помню, естественно, какое название. Поэтому возвращаюсь в Shader Editor и смотрю название нода нашего RGB. Вот оно, цвет Сюзанна. Копирую это значение с помощью Ctrl-C. Перехожу обратно в систему логики. Выбираю нашу вот эту структуру. И здесь, в этом поле, нажимаю Ctrl-V. И вот это название у нас здесь появляется. То есть мы обращаемся вот к этому ноду конкретному. Цвет, который мы поставим по умолчанию, любой совершенно. Я выберу произвольно, например, зеленый пусть будет. Вот эта настройка у нас отвечает за то, что у нас при запуске нашей программы или игры, да, у нас будет материал, обозначенный как Сюзанна, он будет зеленого цвета. Дальше мы должны поменять это значение. Давайте сделаем так, чтобы у нас при каждом нажатии клавиши, определенной в данном случае Space, у нас этот материал должен меняться. То есть дублируем этот нод, который у нас отвечает за цвет нашего материала. Название нода, то есть вот этот нод сам и название параметра мы можем оставить тем же, потому что мы меняем совершенно тот же параметр. Точно так же подсоединяем, только теперь не при инициализации, а вот этот вот нод по нажатию клавиши мы будем менять материал. Материал мы тот же будем менять, с тем же материалом работаем, с тем же нодом. Но цвет мы хотим, чтобы у нас был произвольный, поэтому нам нужно с помощью Shift-A и снова нажатия на кнопку поиск выбрать нод, который называется Random. В данном случае нам нужен произвольный цвет, то есть Random Color. Выбираем и подключаем этот нод к нашему входу Color материала. Вот какая у нас получилась на данный момент структура. Теперь прежде чем мы будем проверять, как у нас это все работает, давайте настроим камеру, которая у нас есть в сцене. Мы будем от нее смотреть, когда запустим все. Нажимаем 0, чтобы перейти на нее и Shift-F для того, чтобы двигаться. И подъезжаем поближе к нашему объекту, чтобы нам его было хорошо видно. Мы можем отключить оверлей, чтобы нам ничего не мешало, а также можем поменять цвет мира. Например, поставить его на более светлый. Как вы видите, у нас сейчас мартышка, она красного цвета, то есть у нее сейчас параметры материала, те, которые у нас здесь стоят. Это абсолютно не важно, потому что когда мы запустим игру, у нас вот это все изменится на логику. То есть если у нас задано в логике, что у нас при запуске должен быть зеленый цвет этого материала, это наша настройка, она перезапишет все то, что стояло у нас здесь, когда мы просто во вьюпорте это изменяли. Поэтому просто имейте это в виду. Прежде чем запустить нашу игру, нам обязательно нужно сохранить этот файл. И здесь я хочу предупредить о том, что имя файла не должно быть слишком длинным. Потому что если имя файла очень длинное, то есть оно находится у вас в папке, которая лежит еще в папке, еще в папке, еще в папке и так далее. Это продолжается без конца. То просто при создании файла, который позволяет запустить игру, у вас выскочит ошибка и там начнутся всякие различные вариации. Поэтому если у вас почему-то внезапно не запускается, пишет ошибку, просто киньте в какую-нибудь папку, которая не так далеко лежит от диска C или от любого другого диска, которым вы пользуетесь. То есть чем короче название, тем, конечно, лучше. И еще что? Еще нам надо... Мы забыли, да? Мы забыли вот эту вот всю нашу ловеньку, которую мы сделали. Мы забыли привязать ее к объекту. Как это сделать? Давайте включим overlay, чтобы было видно, что выделено. Выберем обезьянку и в ее настройках объекта, вот эта вот иконка Armory Trades, добавим новую черту, то есть новое свойство нашему объекту и выберем вариант ноды. То есть у нас могут быть прописаны с помощью Hex языка, да, у нас могут быть прописана какая-то логика программы, но в данном случае мы пользуемся именно визуальной системой. И из вот этого дерева, да, мы выбираем ту настройку, которую мы создали, Сюзанна, поменять цвета. Теперь вот это вот, вот эти свойства, которые у нас здесь, они привязаны к объекту и объект может их использовать. И теперь мы готовы к тому, чтобы запустить программу. Переходим в раздел рендеринга и здесь у нас во вкладке Armory Player внизу, которая находится, есть клавиша Play, которая позволит нам сыграть в игру. Здесь мы можем выбрать, запускаем ли мы нашу игру в отдельном окне, то есть вариант Chrome, либо мы запускаем ее прямо в браузере. Также у нас есть возможность выбрать камеру, с помощью которой мы будем смотреть. Либо мы можем выбрать камеру сцены, этот вариант, который стоит по умолчанию. То есть мы будем смотреть только вот от нашей камеры, мы не сможем управлять видом. Это, на мой взгляд, в данном случае лучше. Почему? Потому что, объясню, есть второй вариант, который мы можем выбрать, это Viewport. Если у нас стоит здесь Viewport, то при запуске игры мы можем двигаться по нашей игре с помощью зажатой левой клавиши мыши и клавиши вперед. Да и вообще просто с помощью клавиши вперед-назад. Но в таком случае, что получается, получается, что у нас клавиши W, A, S и D, они заняты под движение именно вокруг объекта, движение камеры. Поэтому, если у вас в логике, которую мы здесь делали, присутствует также эта клавиша, то у вас могут возникнуть наложения и различные непонятки. Поэтому лучше все клавиши, мне кажется, контролировать вручную. То есть вариант поставить здесь сцена. То есть использовать только тот вид, который есть. Если вам понадобится прописать возможность, например, двигать камеру, то лучше сделать это отдельно, мне кажется, для камеры. Но этим вариантом, как Viewport, вы можете воспользоваться просто, если вам интересно, например, с разных сторон посмотреть. То есть какая-то уже заданная возможность движения заранее. Но я оставлю пока все, как есть, кроме сцен. Я сейчас нажму Play и потом перейду на окно нашей созданной игры. Итак, вот она наша игра. Она открылась в новом окне. Цвет по умолчанию, как вы видите, зеленый. Если мы нажимаем пробел, цвет меняется. Двигаться мы не можем, так как мы выбрали вариант сцена. То есть мы смотрим от того вида, как у нас была направлена камера. Но, как вы видите, у нас все работает. Логика работает. При нажатии клавиши «Пробел» мы меняем цвет нашего объекта на произвольный цвет. Давайте вернемся теперь в Blender. Настало время опубликовать наш проект. Когда мы его проверили, идем в Armory Exporter и нажимаем на клавишу «Плюс». Здесь мы должны выбрать пресет. Мы, например, можем опубликовать в качестве браузерной странички, то есть HTML5. У нас тогда будет папка, которую мы можем при желании зазиповать и послать кому-нибудь, чтобы он тоже попробовал поиграть. Либо мы можем поставить в качестве цели, например, Windows Chrome. То есть у нас будет экзешный файл, который... Ну, для Windows в данном случае. То есть у нас будет экзешный файл на выходе, который мы также можем два раза нажать, как любое обычное приложение. И у нас появится отдельное окно, в которое мы сможем играть. То есть какой бы вариант мы не выбрали, я оставлю вот этот Windows Chrome. Выбираем здесь настройки, которые нам нужны. В данном случае я оставлю все так, как оно есть. И у нас в папке программы, то есть в той, в которой мы работаем, так как для каждого проекта, который мы делаем, в той папке, в которой у нас находится сам blend файл, там создаются дополнительные подпапки, которые позволяют запуститься проекту Armory. Вот. И то, что мы будем публиковать, у нас тоже появится в этой папке. Единственное, что я задам отдельно, это мы можем задать имя нашему проекту в поле Name. Я назову его Suzanne ChangeColor. Вот. Создаем имя для нашего объекта, обозначаем его версию. Остальное тоже менять пока не буду. И после того, как мы это все сделали, мы можем нажать на клавишу Publish. Нажимаем на клавишу Publish, у нас идет компиляция. Ждем какое-то время, чтобы посмотреть, что нам напишут. В данном случае ничего не написали нам, и это хороший знак. Это означает, что мы можем зайти в папку, нажать на экзошный файл и поиграть в нашу игру. Либо мы можем убрать вот этот вот пресет, например, и поставить еще HTML5, и точно так же опубликовать его, нажав клавишу Publish. Опять же, посмотреть, чтобы нам ничего не написали. Вот. Нам ничего не написали, значит все нормально. Точно так же мы можем зайти в папку и открыть в этой папке, которая у нас есть. Мы можем там открыть наш файл. Для того, чтобы посмотреть, куда это все дело сохранилось, чтобы мы могли найти, да, где у нас экзешник лежит, где у нас лежит файл, мы должны зайти в консоль. Сейчас покажу, где она находится. Идем по вкладке Windows, Toggle, System, Console. Я не знаю, как она на других операционных системах, на Windows, она вот здесь находится. И мы смотрим. Последнее, что мы делали, это экспортировали в HTML5. И здесь у нас написано, я не знаю, это видно на экране или нет, но в любом случае, вот после того, как вы опубликовали, самая последняя строчка, у вас должно быть написано Exported HTML Package, либо в случае с Chrome, там, Chrome Package, да, и написан должен быть путь, то есть куда у вас это все сохранилось. В моем случае написано C, Armory Change Color Button, то есть я так называла вот эту, да, папку этого проекта. Дальше идет у нас Build Change Color On Button 9, то есть это у меня уже там девятый файл, я записывала версии, понятно, да. Вот, и HTML5. То есть вот в этой папке, которую я назвала, у нас находится наш файл, в данном случае, так как это HTML5, там будет файл индекс основной, да, который нужно открыть для того, чтобы в браузере поиграть в игру. Если вы сохраняли презет для Windows, то там будет экзешник, который тут просто надо двойным нажатием запустить, как любое обычное приложение. Ну что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok